Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью. И сегодня я хочу записать это видео на очень, как мне кажется, важную тему. По крайней мере, вы часто задаете этот вопрос, каким образом помочь своим детям прожить классную, крутую жизнь. Но согласитесь, да, все так или иначе рано или поздно становятся родителями, и по сути неважно, сколько лет вашему ребенку. Потому что вы должны понимать, что испортить жизнь своему ребенку вы можете абсолютно в любом возрасте. И когда ваш ребенок только родился, и когда вашему ребенку 10, и когда ему уже 40, и у него есть своя собственная жизнь. Вот это такой удивительный момент. Родитель всегда влияет на жизнь своего ребенка. Вот мы всегда взаимосвязаны, и если ребенок от вас не отказался, я надеюсь, очень такое не случилось, и если не сказал, мам, ты знаешь, ты достала меня настолько, что вообще больше с тобой не хочу никогда общаться, к сожалению, есть и такие случаи, вот вы должны понимать, что вы влияете на жизнь своего ребенка. И сегодня я хочу дать вам несколько, ну не то чтобы рекомендаций, наверное, поделиться личным опытом и поразмышлять на тему через призму того, чем я занимаюсь, через призму нашего мышления, каким образом мы все-таки можем помочь своим детям и не испортить им жизнь. Первый главный момент, который вы должны осознать, вот это желание искренней помощи через посоветовать, да, рассказать, как правило, выглядит следующим образом. Я в чем-то не состоялся, у меня не получилось, то есть я имею критический опыт, негативный, и поэтому сейчас я тебе говорю так не делать. Ну, первое, что вы должны осознавать, что у каждого из нас есть свой опыт, и результат зависит не от того, что, например, нужно открывать магазин или не нужно, нужно выходить замуж или не нужно, нужно было так учиться на пятерке или не нужно. Вы должны понимать, что каждый из нас имеет свой определенный разный химический, энергетический состав. И каждый из нас, соприкасаясь с одним и тем же, вот духи на каждого, условно говоря, пырскать, и то аромат будет разный. Вот точно так же и в жизни, если что-то где-то не получилось у вас, и еще у миллиона других людей, обязательно будет еще один миллион, у которых это получилось. Поэтому, когда вы пытаетесь своему ребенку рассказать, как правильно вы должны понимать, что, во-первых, вы не знаете, как правильно, потому что вы его даже заставляете делать не то, как у вас получилось. Например, смотри, малышка, я вот так делала, и благодаря этому я достигла успеха. Чаще всего это выглядит так. Я делала, у меня не получилось, и ты теперь так не делай, и еще вот так не делай, и еще вот так не делай. Первое правило звучит так. Оставьте своего ребенка в покое. Это первое. Самое главное, что нужно понимать, что каждый из нас имеет свой набор ярких, уникальных талантов. Он его имеет ровно до тех пор, пока взрослые не начинают рассказывать правила игры, которые они где-то увидели или считали, что так важно, считали, что так нужно, и начали в ребенка всаживать. Это ты не можешь, это не умеешь, это неправильно, сюда не лезь. И вот вы начинаете ограждать ребенка своего от реальной жизни, стараясь сделать ему эту жизнь, значит, лучше. Поэтому первое правило звучит вообще отстаньте от своего ребенка. Примите в нем личность сильно лучше, чем вы, сильно лучше, чем вы. И чем больше изначально ваш ребенок не будет знать, чего ему нельзя делать, что плохо и что не так, тем больше у него шансов на то, что он сможет сделать нечто крутое и сможет создать что-то свое уникальное, реализоваться по-своему. Все, что касается, например, не может, не хочет, не умеет, это история про убеждение. Не про то, какая реальность есть, а про то, какой вы реальность эту познали. Вам же тоже с детства что-то говорили ваши близкие, вы тоже постигали это от своих знакомых, которые говорили, вот эти плохие люди, вот нам туда ходить не надо, это не для нас. И мы положили это себе за правду. Мы поверили в то, что мир таков, и многие говорят, ну я лично убедился на этом. Но вы знаете, если я вам скажу, что когда, вот вы, например, скажете, Оль, я хочу записать видеоролик, вот так же легко разговаривать, как ты, ты ведешь машину, как ты это делаешь? А я вам скажу, у вас никогда не получится. Даже не вздумайте этого делать, у вас никогда в жизни не получится этого. Это просто невозможно, чтобы у вас получилось. Вы включите камеру, вы начнете заикаться, и вот я вам начну это всаживать в голову. На регулярной основе. Как вы считаете, каковы ваши шансы включить камеру и начать делать это успешно? Успешно. Никаких. Вообще ноль. Вы можете это сделать, только если вы скажете, да ладно, я буду тренироваться. Но у нас, как правило, первая неудачная попытка. У человека еще раз, блин, мне же говорили, не лезь. И вы еще такой добрый родитель. А я же тебе говорила, поэтому еще раз, отстаньте от человека. Я обещала записывать недолгие, недлинные видео, поэтому я не буду сейчас идти очень сильно в глубину. Я хочу сказать вам несколько важных штук. Лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, помимо того, что от него отстать, это дать ему пример личного успеха. Если вы и хотите чем-то поделиться, поделиться, не навязать, не приказать, не поставить его в жесткую форму, при которой либо ты делаешь так, либо ты будешь чувствовать себя полным дерьмом. Ты не оправдал моих ожиданий. Никаких ожиданий, никто ваших оправдывать не должен. Оправдайте свои желания сами. Часто люди, не оправдавшие желания перед самими собой, начинают издеваться, я считаю, издеваться над своими детьми. Сидя над ними, как курицы на сетке, в любом возрасте контролируя, ты должен мне, я твоя мать, ты... Лучшее, что вы можете сделать, если вы на самом деле желаете своему ребенку добра, это показать на собственном примере, что такое успешная жизнь. Что это в вашем понимании? Разбогатейте, станьте счастливы. Пусть отношения с вашим партнером, будь это папа этого ребенка или другой партнер, пусть они станут примером отношений, чтобы когда ваш ребенок приходил к вам, он видел, что его мама счастлива, что это офигенное отношение, которое он тоже хочет внести. Чаще всего у мамы говорят, никогда не связывайся с таким дерьмом, как твой отец. Все мужики козлы. И потом начинают удивляться, почему же у доченьки не складывается личная жизнь. Ваш личный пример любых изменений, это как раз и есть та лучшая мотивация и тот способ, благодаря которому вас может услышать ваш ребенок. Многие люди, когда приходят ко мне в программы обучения, говорят, Оля, так классно, мне так стало легче жить, мне так замечательно, но я очень хочу помочь своему ребенку. Я ему говорю, чтобы он пришел к вам, а он сопротивляется и не хочет, хотя ему уже 20, 30, 40 лет. Я всегда говорю, что девочки мои дорогие, сколько бы лет вам ни было, ваш ребенок может прийти ко мне, если вы считаете и видите, что ему действительно необходимо разобраться со своей жизнью и понять, что он является причиной всего того, что с ним происходит, лишь в одном случае, когда он увидит, что ваша жизнь реально стала меняться и вы вместе с ней. Когда он придет и скажет, мам, мне так нравится, что с тобой происходит, подскажи, что произошло, какую книгу ты прочитала, что это, какая магия, и вы невзначай дадите ему, например, бесплатную мою книгу или отправите на мой эфир, пришлете ссылочку, скажете, ну, на, посмотри, может быть, тебе зайдет. Ни в коем случае не надо, тебе это надо, это изменит твою жизнь, тебе уже надо было это вчера, иначе бы ты свою жизнь там... Ну, нет, так нельзя. Помните о том, что сила всегда воспринимается с силой отталкивания, да, чем больше сила приложения точки усилий, тем больше сила отталкивания. Поэтому не стоит этого делать. По большому счету, конечно, мы можем очень сильно повлиять на жизнь своих детей, да что там, мы сильно на нее влияем. Делая позитивные или негативные вещи, вообще что-то совершая, мы уже влияем на жизнь своих детей. В зависимости от того, что вы говорите им в детстве, что они видят из детства, в зависимости от того, как вы выстраиваете с ними отношения, в зависимости от того, как они общаются в среде и как вы им помогаете в этом общаться, или наоборот. Все это повлияет на их жизнь. И это важно понимать прямо сейчас. Если у вас только родился ребенок или собирается родиться, если вашему ребенку сейчас 3, 5, 7, 10, 15, 20, вы должны понимать, что вы можете своему ребенку сегодня реально помочь. Старшим детям, да, пример и личной работой, маленьким детям, вы можете помочь очень сильно, изначально заложив в ребенка те программы, которые помогут ему стать успешным и, главное, счастливым. Не успешным таким, знаете, человеком, которому все в тягости, в боль, а счастливым человеком с правильным осознанием ценности себя, с заложенными правильными ценностями, которые помогут ему развиваться. И вот эта тема, она на самом деле очень и очень глубокая. Специально для всех родителей я решила по многочисленным просьбам устроить мастер-класс, в котором я, в общем-то, и расскажу, как не испортить жизни своим детям, и какие секреты есть у осознанных родителей, у родителей, умеющих думать, у родителей, умеющих размышлять, у родителей, которые хитрым, ну, хитрым способом, но в хорошем смысле закладывают и помогают своим детям с самого маленького детства остаться с собой, не сломаться, не стать ребенком удобным, потому что мы очень часто хотим сделать для себя ребенка удобным, удобным, да, удобным, послушным, удобным, но, поверьте, в жизни это не принесет ему, он не станет хозяином своей жизни, если он будет удобным. Так вот, я вас всех приглашаю на этот мастер-класс, я оставлю специально ссылочку на участие внизу, в IGTV будет ссылочка на участие в этом мастер-классе, и если вам эта тема интересна, обязательно приходите, послушайте, потому что, конечно, на нее можно говорить несколько дольше, чем 12 минут, но даже внимательно переслушав то, что я сказала здесь и сейчас, вы уже можете сделать своему ребенку и себе в том числе очень сильный подарок, поэтому помните о том, что если вы хотите, чтобы у вашего ребенка все было круто, то нет для него лучшего примера, чем его родители. Всем желаю хорошего дня, обязательно оставьте свой фидбэк, если вам интересно, если вы вдруг не можете там найти ссылку или вписаться, также оставляйте комментарий, и ставьте, пожалуйста, сердечки для того, чтобы у меня было еще больше сил и вдохновения записывать для вас эти видео, и, конечно же, делать вашу жизнь лучше, потому что жизнь – это самое замечательное приключение, которое у нас с вами есть.